Здравствуйте, меня зовут Жанна. Сегодня я вам расскажу как просто гуашевыми красками нарисовать пион. Для того чтобы у нас получился красивый розовый пион, нам нужно иметь гуашевые краски, кисточки, баночку с водой и конечно желание это сделать. Прежде чем пион появится на нашей картине, мы сначала сделаем фон, нарисуем красивое голубое небо. Для этого я беру большую кисточку, белый цвет, добавляю в него немножечко голубого оттеночка и получается красивая такая голубая даль. Заполняем наш лист голубым цветом. Большой кисточкой это делаем, чтобы фон сразу получался заметным и весь лист у нас заполнился быстро. И снизу нарисуем зеленый кустик, где будет жить наш тюльпан. Не тюльпан, а пион со своими маленькими пиончиками, бутончиками. Чтобы нарисовать веточку пиона, мы используем самую нашу любимую кисточку, где пять пальчиков находится. Я набираю зеленый цвет на пальчик вот на этот вот средний и вот такими вот движениями двигаюсь в сторону фона. Если у нас несколько зеленых оттеночков, мы можем с вами совершенно смело их использовать. Набираем на средний пальчик руки и вот такими движениями поступательными вверх-вниз, заполняем нашу картину листочками. Красиво, когда фон у нас такой разный, поэтому с одной стороны можно веточку сделать немножечко повыше, а с другой немножко пониже. Движения у нас такие поступательные вверх-вниз и немножко в сторону. Это мы делаем заготовочку для нашего пиончика. Вот такой красивый кустик получился. Пальчик надо протереть, потому что сам цветок у нас тоже будет выполняться в пальчиковой такой же технике. И для цветочка мы тоже сделаем основу. Хотя цветочек будет нежно-розовый, основа у нас будет достаточно темненькая. Лучше взять темно-бордовый цвет или какой-нибудь такой цвет красно-малиного оттеночка. Берем эту красочку на указательный пальчик и там, где мы хотим сделать цветочек, мы рисуем пятнышко. Но лучше-то сделать на той поверхности, которая просохла. Если она еще не высохла, мы с вами можем взять салфеточку и вот это местечко подготовить. Я освобождаю это место от краски, набирая темно-красный цвет и намечаю местечко для цветка. Чтобы ему не было одиноко, мы можем придумать еще какие-то другие хотя бы небольшие цветы или бутончики. Пусть это будут бутончики. Один у меня будет здесь, другой будет немножко пониже. Пока подсыхают мои заготовочки, я могу приготовить красивый нежный розовый оттенок. На палитру я беру белую красочку. Белую красочку и добавляю в нее немножко вот этого цвета, которым я уже сделала свою заготовку. Получается красивый нежный такой приятный розовый оттенок. Надо сделать краску густой, чтобы мы могли легко рисовать вот эти вот лепесточки, используя краску именно из палитры. Вот много, так густенько такое сделали. Лепесточки у цветка формируются по всему, по всей окружности. По краям они такие большие, широкие, а внутри маленькие и тоненькие. Поэтому, чтобы нарисовать лепесточки по краям, я буду использовать большой палец руки. Я набираю на подушечку пальчика вот этот цвет и движением из краев к центру начинаю движение как бы в центральную часть, но до центра не дохожу. Немножко я могу даже за пределы своего цветочка выходить. Пальчик может пачкаться и время от времени мы будем его протирать. И вот такими вот поступательными движениями я начинаю формировать нижнюю часть цветочка. Как я уже сказала, до центра я не дохожу, потому что цветочек, который я рисую, у меня будет изображен так, что как будто бы я на нее смотрю сбоку. Пока мне сейчас подсыхает эта часть, я могу добавить еще больше белого цвета в этот замес. И теперь рисовать я буду уже не подушечкой пальца, а вот этой боковой поверхностью. Я набираю этот цвет и вот такими как бы округлыми движениями начинаю формировать вот эту вот верхнюю часть цветочка. Цвет я использую с большим количеством белого, чтобы он у меня выделялся на фоне всего того, что я делала. Можно еще больше белого добавить. Боковой поверхностью большого пальчика работаем. В других бутончиках я тоже добавлю вот этот нежно-розовый оттеночек, потому что сам бутон он немножко разный. Он и розовенький, и белый, и даже зеленоватый, поэтому указательным пальчиком немножко тоже мазну. Вот, а теперь я приготовлю красивый салатовый оттенок. Для этого я буду использовать краску желтенькую. В нее прибавлю чуть-чуть светло-зеленой краски или бирюзовой, если она есть. Чуть-чуть зелененького цвета, чтобы такой нежный-нежный оттенок появился. И с этим оттеночком немножко на бутончики покажу вот эти зеленые чашелистики. Вот так вот заползая на те цвета, которые мы уже с вами здесь рисовали. Этот же цвет можно ввести немножечко на нашу зеленую поляночку, подчеркивая где-то вот фактуру листиков. И чтобы бутончики едино смотрелись с цветочком, я беру тоненькую кисть, зеленый цвет и соединяю вот с этим кустиком. Под бутончиками всегда находятся такие вот зеленые чашелистики. И мы их нарисуем вот таким образом. Берем на кисточку краску и вот таким движением сверху вниз, коротенькими движениями, мы это дополняем. А нашему цветочку не достает еще несколько ярких акцентов. Я беру тоненькую кисть, белый цвет и внутреннюю часть цветочка дополняю вот такими коротенькими маленькими лепестками. Внутри любого цветочка находится пистик с тычинками, есть он и у этого цветка. Беру желтую красочку и немножко внутри добавляю тычинок. Вот такой красивый пен у нас с вами получился. Как видите, очень просто нарисовать пен вашими красками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok